Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают! С вами Дарья Топузлиева. Одна из крупнейших звукозаписывающих компаний мира, EMI, образовалась в результате слияния двух фирм с весьма созвучными названиями Gramophone Company и Columbia Gramophone Company. У руля получившегося гиганта встал Уолтер Лек, человек, который, по сути, изменил мир звукозаписи. Впрочем, некоторые считают, что не в лучшую сторону. Первым делом Лек, будучи еще простым работником, предложил руководству совершенно революционную схему – оплачивать записи из средств, собранных потенциальными покупателями. Уолтер посчитал, что если собрать с 500 подписчиков по 30 шиллингов, этой суммы хватит, чтобы оплатить первую в истории запись мрачных песен Хьюга Вольфа. Несмотря на явные риски, руководство EMI пошло на этот шаг. Но даже оно удивилось результату. Лек сумел не только заинтересовать меломанов, но и собрать необходимую сумму. Подписное издание песен Вольфа в исполнении Елены Герхард вышло в свет в апреле 1932 года. Следуя той же схеме, Лек сделал еще ряд блестящих записей, для которых привлек ведущих музыкантов и дирижеров своего времени. Риск для EMI был минимальным, а прибыли огромными. В то время считалось, что запись должна быть максимально приближена к живому звучанию. Лек же думал иначе. Он хотел перенести на диск лучшее, что может дать артист. При этом он должен находиться в лучших для творчества условиях. Сегодня студийная запись уже никого не удивляет, а тогда на Лего обрушилась масса критики. Самым мягким ругательством в его адрес было «Убийца музыки». По правде говоря, хороших отзывов о Уолтере практически не сохранилось. Лего современники описывали как самодура и грубияна, хотя ему были не чуждые добрые поступки. Во время Второй мировой Уолтер проводил много времени в местах боевых действий. Он организовал концерты для военных. При этом на службу его не призывали из-за плохого зрения. Однако в 1963 году после разногласий с начальством Лек подал в отставку. Примерно в это же время в репертуар EMI хлынула волна всевозможных жанров. Звезд, работавших с компанией, не перечислить. От «Битлз» до «Моби» и от «Айрон Мэйден» до «Кэти Перри». Желание EMI всегда оставаться на пике иногда приводило к забавным ситуациям. Так, в 1976 году EMI подписала контракт с малоизвестной, но многообещающей группой «Секс Пистолс». Компания не прогадала, коллектив действительно быстро стал известным. «Секс Пистолс» пригласили на ТВ, и ведущий за кулисами попросил сказать что-нибудь возмутительное. Гитарист Стив Джонс принял просьбу буквально, и в эфир ушла куча отборных ругательств. Руководство EMI очень быстро разорвало контракт с группой. В начале нового века компания пересмотрела список группы исполнителей, с которыми работает. Сегодня фирма менее склонна ставить на темных лошадок, она предпочитает беспроигрышные варианты. Историю для вас рассказывала Дарита Пузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды – сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают.